Это интересная история о свитке судьбы. Изначально, когда я впервые столкнулся с возможностью того, что я мог бы увидеть свиток судьбы, я был взволнован, чтобы узнать, что на нем было написано. И честно говоря, отец никогда на самом деле не показывал мне, что на нем было написано. Я видел его снаружи, и когда я посмотрел на него, это как бы дало мне то, что я, вероятно, сейчас называю чистотой или энергией, которая дала мне общее представление о том, в чем заключалась моя жизнь и как Бог создал меня и тому подобное. И я был вполне доволен. Но, конечно же, я хотел это увидеть. И я сказал, могу я увидеть свой свиток? Могу я увидеть, что на нем написано? Но то, что отец сделал со мной, это показало мне, что на самом деле, если бы мы попытались увидеть это, мы бы затем попытались, вероятно, разобраться в этом и попытаться это проработать. И тогда мы, вероятно, в конечном итоге сделали бы это в наших собственных силах, или мы были бы настолько перегружены мыслями о том, что я не могу этого сделать, что мы, вероятно, сдались бы. Так что то, что отец сделал со мной, это то, что каждый день он раскрывал мне свои желания на этот день. И тогда все, что мне нужно было делать, это продолжать идти с ним в этот день, подобно тому, как Иисус сделал только то, что он видел, как делал отец. Что, по сути, было его идентичностью, как Сына Божьего и Сына Человеческого, воплощенный на небесах и на земле. Чтобы осуществить исполнение Божьих целей, как его роли, как Слова Божьего. Так что ты можешь полностью осознать, кто ты есть на самом деле. Таким образом, это раскрывает природу, которой Бог создал тебя, чтобы ты был создан по его образу и подобию. Так что это скорее не набор того, что нужно делать или чего не следует делать, а скорее то, кем ты являешься в отношениях с ним. Раскрывает вашу личность и положение на небесах. И следовательно, результат этого зависит от того, что вы существуете, а не пытаетесь что-то сделать. Так что я бы посоветовал тебе думать о том, как я это вижу, как мне получить к этому доступ. Как мне установить близкие отношения с Богом, которые раскрывают это, раскрывают, кто я есть, и раскрывают результаты моего сыноства в отношениях с ним изо дня в день. Не задумываясь об этом с точки зрения, как вы говорите, набора вещей, которые нужно сделать. Это больше касается понимания того, как мы устроены, какими он создал нас, и привлечения этих мыслей, и позволения этим мыслям преобразовать нас и обновить наш разум. Чтобы в конечном итоге мы полностью осознали, кто мы есть, и мы созрели в этом знании, и мы успокоились в этом знании. И вот тогда мы становимся такими, какие мы есть. И это состояние сознания, осознанности и бытия, вместо того, чтобы думать о том, что я собираюсь делать сегодня. Итак, тогда, когда вы смотрите на свою жизнь, ваша жизнь и выбор, который вы делаете, сделаны в соответствии с тем, что является правильным для вас в соответствии с тем, кто вы есть. И поэтому, если Бог не запрограммировал вас определенным образом, тогда это потребует от вас быть совершенно другим человеком. Это дает вам такое чувство покоя, что вы никогда не чувствуете давление, чтобы делать что-то за пределами того, кем вы являетесь. И вы никогда не чувствуете давление со стороны людей, чтобы вы были кем-то еще, кроме того, кем вы являетесь. И это действительно то, о чем, я думаю, идет речь в свитке судьбы. У вас действительно есть свиток вашей жизни, в котором описано, как вы прожили свою судьбу. И он наполнен золотом, серебром и драгоценными камнями. И мы можем очистить его в огне его любви, чтобы удалить любую древесину, сено и солому, которые там оказались. Чтобы осталось только то, что отражает то, кем мы являемся на самом деле, и все остальное было удалено, очищено и рафинировано.